ну вот мы уже здесь перешли с комнату в комнату остановитесь мы с вами где-то на этом стихе 6 кажется а может и нет раньше на четвертом и куда они даже не пошли с вами на четвертом стихе мы проговорились вся о чем-то еще не помню о чем мы так долго говорили что весь стих политическом положении ментальном будущем что а что у вас там на украине что-то на украине все очень плохо но у меня большая радость потому что у нас есть такой ну может вы знаете явление квартал 95 это команда людей которые комики вот они уже больше десяти лет нашей стране и по всему миру едет и у них их водитель некто зеленский владимир и он он страшно интересный человек и как выяснилось он еще очень порядочный и он подал на президент представляете у нас в украине и для меня это был такой подарок думала что у нас настолько что-то творится в нашей стране не поддающийся никакой разумной логике и то что вот он подал заявку на президентство это огромная радость потому что это порядочный интеллигентный и очень талантливый человек они оба на примерно равном рейтинге нет 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 у нее больше 20 процентов него 10 и запрошенка он же только подал сейчас заявку она то давно уже висит везде у нас тут лапшу вешает на женщина а он нормальный так что еще посмотрим но нормальные в политику не попадают к сожалению не будем это штампов давайте верить в чудо я в нашей стране украина там нужны непорядочные какие-то другие качества организационные должны быть какие-то другие качества потому что нам уже просто тут так прижало нас что других выходов нет ну или как на рассчитывать на чудо что мы и делаем окей окей ну давайте тогда начнем с мантр ом вангме манаси пратыштхетам аноме вачи пратыштхетам авиравирмайдхи ведас яма анистха шрутам мема прахаси анина дхетена ора трансандхадхани ритам вадишнями сатъям вадишнями танмам авату тадвактарам авату аватхумам авату вактарам авату вактарам ом шанти 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 агним ачхадываятам мананси чакшум шива сурие самчаранти яд им суваты ушасави рупы швето ваджи джаяты агрэ аганам умы людей которые ищут божественной реализации направлены или сходятся на огне как взгляды все сходятся на солнце и его и когда его порождают день и ночь или заря и ночь разные по форме он рождается как светоносный белый конь впереди дней джаништahi джейнио агрэ агнаам хитохи тешу арушованешу даме даме саптаратна дадхана агнир гота ниша сада я джейян он родился победоносным в начале дней установленный установленных вещах ярко-красный в лесах нашего удовольствия семь экстатических переживаний создавая в каждом доме огонь начал служение как жрец призывания сильный в принесении жертвы ведь родился уютный в начале дней уютный алый вложенный в сложенные деревья для семь сокровищ в каждом доме агни всегда усаживается как хатар жертвующий лучше других ну вот если по словам то джаништа рождается или родился ведь джениях агрэ а нам победоносный как переводит шри рубить и уютный как переводит елизавенкова родился победоносный в начале дней агрэ в начале агнам дней хитах установленный хитейшу установленных арушах ванэшу алый в наших ванэшу в лесах то есть он есть тот алый огонь который скрывается в органической материи ванам на ванам это лес или или вот эта вся зелень тоже интересно что все вся трава всякая зелень называется ошадги ошадги от оша как энергия как пламя как огонь установленный огонь то есть огонь прячется в органической материи поэтому наша нефть и газ горят потому что это органика но мы горением этим торгуем ну ванам тоже можно перевести как наслаждение или как блаженство то есть алый он в наших блаженствах или удовольствиях оставляет оба значения в лесах нашего удовольствия established in the established delights of things извиняюсь да то есть ярко-красный в лесах установленный в установленных вещах ярко-красный в лесах нашего удовольствия смотрите он так не переводит это что-то добавил от себя переводчик чего-то он решил перевести это по-другому шри рубинда класснейший работник установленный в установленных наслаждениях вещей вот как он переводит то есть установленный в установленных наслаждениях установленный алый в установленных наслаждениях то есть к сожалению слова и там в русском сложно перевести потому что этот корня до устанавливать то есть как бы и другого слова нету более подходящего наверное и там тоже означает то что должно быть то что верно то что определенно имеет место на истина своего рода то есть можно сказать он истинный потому что он там есть установлен для этой жизни то есть истинный в истинных наслаждениях алый вот так даме даме саптаратна дадханах и в каждом доме даме даме в каждом теле дадханах устанавливающие семь саптаратнани семь этих экстатических переживаний seven ecstasies вот тут сноска Шри Орбинда each principle of our nature there corresponds to certain divine ecstasy каждому принципу нашей природы есть определенные божественные наслаждения или экстаз on each plane на каждом плане in each body or house или в каждом теле или доме Agni establishes these ecstasies и Agni утверждает и устанавливает эти экстазы эти наслаждения эти экстатические переживания в каждом доме в каждом теле на каждом плане сознания Агнир Гота Ниша Саада Яджи Ян Агнир как хотар как жрец призывания богов уселся Ниша Саада уселся основательно как на троне Яджи Ян великий в своей преобразовательной жертвенной силе жертвующий лучше она переходит это дословно потому что сравнительная степень прилагательного Яджи Ян жертвующий больше можно так мощнее усевшись он жертвует мощнее до того как он уселся и стал абсолютно сознательным в существе наверное он не был еще Яджи Ян он не жертвовал не преобразовывал это более мощным способом а вот сейчас у него появилась возможность еще лучше это делать ну вот такой слово джиния конечно имеет два значения то есть неизвестно от какого корня то ли от джан быть рожденным то есть или же от джи быть так сказать victorious да вот здесь джиния в словаре можно найти noble of origin genuine true ну Шио Биндо по-другому читает этот корень говорит что этот корень от джи побеждать и переводить его как победоносный вполне может быть что это именно так очень сложно себе представить другие преобразования которые предлагаются предлагаются ну вот такой стих что это за наше наслаждение в которых он алый установленные в наших установлениях алый наших наслаждениях в наших духовных переживаниях он светоносный пылающий вот вот когда происходит какие-то наши переживания духовные то каким-то образом огни набирают мощь он не просто это не просто какие-то это духовные духовные переживания отрезан от отрезанного от если если в них присутствует огонь если есть этот элемент стремления к божественному мы наверное уже забыли как это делается как это возможно сделать чтобы духовные наслаждения осталось в наших обычных наслаждениях то есть все уже как-то распределилось все наши наслаждения стали недуховными очень сложно вернуть дух в наше обычное наслаждение но невозможно не невозможно то есть наверное это и есть основная задача которую мы должны сделать мы должны вернуть это этому огню его место в наслаждении миром и тогда все пойдет по правильной дороге и он тогда установит семь экстатических переживаний в каждом доме почему семь потому что семь планов сознания все они имеют свое наслаждение свое богатство ратна это тоже такой то что мы называем праша стоунда то есть это гиаманты бриллианты как их называют рубины все эти драгоценный камень то есть семь драгоценностей он устанавливает в каждом доме шри ассоциирует рад нам с экстатическим переживанием тоже или же с богатством с драгоценными камнями который является символом вот этой духовной реализации и экстатического переживания в ригведе вот это постоянная фраза агниргута ниша сада я джиин мне кажется я ее встречаю во многих гимнах разных риши это почти какая-то формулировка верная да и агни усевшись основательно на троне жертвует еще больше вот это его установление и осознание его царственной природы его роли создает ему больше возможностей для преобразования природы а может не сказать что здесь речь о том что она вот это блаженство драгоценное возможно на любом плане осветить нас на всех планах конечно но оно так и есть блаженство есть на всех планах не на одном каком-то плане до которого нужно добраться а потом его заполучить да конечно оно присутствует на всех планах здесь такое видение и есть что каждый предыдущий план более высокий присутствует на всех последующих планах то есть без него последующий план бы не явился он его является его основание то есть если все начинается с божественного бытия на сад то быть это божественное бытие объемлет все потом появляется чит кон сознание сознание это включено в божественное бытие оно является его функцией как бы и наоборот бытие является сознание сознание является бытие а бытие является сознание то есть в этом смысле наши материалисты правы но только они снизу смотрели они сверху снизу это не так снизу это как раз наоборот но первым является основополагающим является бытие которое все удерживает потом в этом бытие есть сознание которое его осознает то есть бытие является самосознательным и это является мощь то есть сознание может из бытия явить силу это есть тапас проявляет какие-то сильные движения определенные движения бытия без сознания сила бы не явилась и просто бы не было если бы сознание это не выделано и это является движение бытия сознательного эманирует как блаженство но вот это есть основание всего всего бытия ничего в этом мире нет без этих четырех можно их упростить то есть не разделять на сознание силу можно сказать просто сад чайтананда на бытие сознания и блаженство блаженство является эманацией сознательного бытия и все здесь в этом мире пронизано этим блаженство без этого блаженства этот мир не пришел бы к своему началу его бы не было он есть манифестация этой этого этой эманации блаженство поэтому конечно на каждом плане бытия с самого низшего до самого высшего присутствует вот это божественное блаженство кстати оно и является основанием или целью и целью и причиной этого мира причина это блаженство и цель тоже это блаженство нарастание и увеличение блаженство поэтому мир явился божественный ищет все большего блаженства даже не ищет она его просто просто манифестирует ну вот возьмем тогда следующий стих агниргута не асидат я джиен снова та же самая фраза видеть у пастье матух сура бау луки ювака вих поруништхар этава тарта крыштинам утамадья и дах сила заняла свое место как жрец подношение могущественные в жертвоприношении в лоне матери в том восторженном ином мире юноша провидец многообразный в проявлениях непреложного знания обладающий истиной поддерживающей народы он также разожжен в середине стрэнкс астейкины и сит за прист сила заняла свое место как жрец ведь он переводит огни здесь как сила иногда как воля иногда просто как огонь как жрец подношения как жрец отар жрец подношение лишь жрец призывания это тоже шри-уробинда находка по-разному переводит отар от корня звать или от корня звать или от корня приносить жертвоприношения то есть предлагать подносить и mighty for sacrifice in the lap of the mother яджи иян тот который приносит еще больше усил сахатар здесь упас тематух в лоне матери или на коленях матери сурабх улоки сурабх в том великом мире улоки сурабх такое исполненное блаженство экстаза евак евак вих юный поэт или видящий провидец поруништа находящийся в многих местах повсюду архитава обладатель динамической истины дарта установитель или удержатель всего каштхинам народов которые здесь трудятся трудящий трудящийся народ крышки те которые возделывают землю вспахивают землю которые так сказать есть слово такое у нас оккультуривают духом наше поле возделывает поле и делает его исполненным духом духом вот это садить семена и вот это идея духовная осеменять и возделывать и вот это сельскохозяйственная культура вот это оккультуривать поле сделать его более удобным для духа более чувствительным к его движениям то есть а вот это есть люди это мы здесь с вами этим занимаемся мы возделываем эти поля которые в которых ничего не было то есть это засохшие пустыни мы каким-то образом возделываем чтобы они расцвели чтобы у них появилась жизнь вот эта жизнь каким-то образом их должна изменить эти поля эти слои сознания потерянного божественного она хочет себя вернуть в своем осознании и сразу своей жизни и в своей своем наслаждении все вот этой крышки это народы которые возделывают здесь эту землю утамадья идах и горящий внутри что это за горящий внутри это неизвестно это может быть как раз тот огонь который горит внутри сердца то есть символ психического существа наше физическое существо the other world is the supramental existence а другой мир это супраментальное бытие the vital and emotional being is the world in between а витальное и эмоциональное существо это мир между огни manifest in all these simultaneously и огни манифестирован во всех этих одновременно во всех мирах в нашем физическом витальном ментальном и супраментальном мире огни усился как хатар жертвующий лучше других в лоне матери в благоуханном месте юный поэт находящийся во многих местах преданный закону поддерживатель народов и тот кто зажжен среди народов седьмой стих пранутьям випрам адхвархешу садхум агним хотарам и латы нам обеих ая ая статана ая ая статана статана люди молятся в почтении простираясь тому озаренному правицу который достигает совершенства в паломничестве жертвоприношений огню жрецу призывания ибо он истинно и расширил землю и небо ибо до блеска натирают светом вечного коня силы до блеска натирают светом и в Шри Робинда him they press into brightness его они так сказать вдавливают в светоносность так сказать by the clarity ясностью the eternal state of life's plenitude вечного скакуна жизненных изобилий или изобилия жизни вечный скакун изобилия жизни вечная мощь которая рвется вперед изобилия жизни пранутьям випрам его как жреца или как восторженного жреца или озаренного провидца адварейшу в наших паломничествах жертвоприношениях саду того кто достигает цели саду это тот кто приходит к цели экстатического жреца приходящего к цели на наших жертвоприношениях паломничествах агни 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 призывателя богов и лады его почитают или его обожают или его ищут с обожанием поклонениями нам обеих ая статана кто растянул или распространил родоси два светоносных основания то есть то бишь землю и небо ритейна динамической истиной он распространил небо и землю нитьям риджанди постоянно его натирают до блеска или на него давят на баджинам гары тена на него постоянно давят светом или ясностью на него кто является извечным скакуном приносящим изобилие жизнь то вот этот скакун он и есть тот кто порождает всякое изобилие жизни здесь мы просто этого не видим нам кажется что жизнь идет сама по себе как бы а мы живем потому что живем вот и все откуда эта вся сила откуда эта энергия мы не видим сейчас этого вдохновенного достигающего цели во время обрядов огни с поклонениями призывают как хатара его который протянул два мира в соответствии с законом начищающих начищают жиром словно собственного победоносного скакового коня да вот тут сноска тоже him they press into brightness by clarity его они так сказать прессируют да в его они выжимают в светоносность ясностью что это за ясность вот что обинда говорит the clarified butter то есть очищенное масло которое он переводит как ясность yield of the cow of light это есть собственно то что мы получаем от коровы света то есть and symbol of the rich clarity that comes to the mind и является символом богатой ясности that comes to the mind что приходит к нашему уму visited by the light когда он его посещает свет когда ум посещает свет тогда появляется вот эта ясность ума есть такой стих таку боку он писал танкой и бывают такие мысли когда на белый холодный мрамор льется весенний свет ну вот то есть это он своей динамической истины распространил небо и землю два светоносных основания родоси так называется небо и земля почему небо и земля называется светоносными основаниями там довольно сложно понять наверное это какое-то более высокое видение наших двух оснований супраментальное видение земли и неба как два equal and one как говорит шри робинда они едины и равны небо и земля и небо наверху а земля внизу они как-то едины и равны у них нету нету превосходства небо над землей или земли над небом вот это видение их равности выражено этим словом родоси два светоносных основания распространил огни динамической динамической истинной ну вот еще такой стих один возьмем наверное сегодня марджаль йо мрджи ате сведа мунах кави прашасту ате тих шивонах сахас расшренго брешабхах тадо джа вишван огне сахаса праси аньян очищающий он до блеска и чисто натерт он он возглашенный провидцами тот кто обитает в собственном доме и есть наш великодушный гость бык тысячерогий поскольку ты обладаешь силой того огонь ты превосходишь мощью всех других тысячерогий быков если такое можно себе представить иногда говорят о высшем духе как быки с четырьмя рогами есть такой символ четырех рогов это как раз и есть эти садчит тапас и ананда вот это четыре плана или же иногда их сравнивать с супраментальным ментальным витальными физическим сознанием но это просто отражение в нашу манифестацию высших планов трансцендентальных то есть четырех рогий бык это тот который воплощает в себе всю трансцендентальность вот если представить себе тысячи рогов быкана что же он тогда воплощает этими рогами какой-то бесконечность божественного проявления или даже потенцию уже даже не проявления сил божественных которые еще даже не проявлены в этом мире но такой марджалиях очищающий мриджяты очищается очищающий свой дом у нас в своем собственном доме а кави прошастах воспетый поэтами от этих гость чего нах милосердный наш гость или великодушный наш гость все таки он гость у нас сахасрашрынгах тысячи роги в решабах бык тадо джах обладающий той силой не этой а той запредельной силой вишван агни агни всех сахаса силой праси ты превосходишь аньян других всех других ты силой превосходишь то есть в этом смысле конечно божественная сила является превосходящей здесь и ничто не может ей противостоять вот нас к нам уже и пришли нас будить это означает что наверное мы можем здесь на этом месте остановиться сегодня я еще прочитаю и он охотно украшающийся украшается в своем доме как хозяин дома прославленный поэтами милый наш гость тысячерогий бык обладающий такой силой агни мощ ты превосходишь всех других ну хорошо тогда я здесь остановлюсь на этом если у вас есть какие-то наблюдения замечания чем бы вы там хотели поделиться пожалуйста сейчас приеду в другую комнату нет не чем поделиться получается ну хорошо наговорил я тут всего это очень мощные стихи очень такие запечатанные то есть много смыслов скрыто здесь да кто-то включился да это я включилась Лида я вообще такая удивительная энергия и такое состояние от этих текстов текстов что так вот добрая сила такая действительно которая вот к нам сейчас еще же Рождество наступает сейчас же еще затмение вы знаете что тут коридор затмения открывается до 28 января это будет всю вот эти вот энергии новые да и такие стихи удивительные я прямо впала в какую-то нирвану прям состояние удивительное именно вот знаете к нам добрая сила приходит ну чего никогда не было вот у меня такое ощущение как-то глобально вот то что я сейчас почувствую я не буду комментировать тексты потому что это действительно какая-то тайна но то что это что-то для меня вообще потрясающее то что мы читаем и это на каком-то физическом уровне сейчас будет открываться каким-то лотосом вот это точно абсолютно да я как-то ощутила такое блаженство от энергии именно кстати вот твоя подсказка про лотоса может быть тоже объяснить тысячерогов быка как тысячелепестковый лотос над головой да как раз вот этот лотос открывается так такое такое ощущение знаете что вот что-то с миром в этом году будет удивительное какое-то начало самого какого-то неожиданного вот такого чуда буквально во всем мире у меня какие-то какие-то ощущения по поводу нового года и вот еще мышь в рождество такие тексты у нас пошли просто удивительное состояние спасибо да ну здорово да конечно хотелось бы чтобы уже как-то из этой ямы выбраться хорошо ладно тогда окей тогда я что закрываю мантры если нет больше никаких наблюдений может они и есть но они как-то все зависли в каком-то пространстве да то есть не хотят они из этого пространства легко уходить хорошо ну тогда я закрываю мантры ом но всего доброго друзья до следующего раза да всем всем рождества нашего не знаю как вы его там переживете в москве не так как украинская церковь все уходит куда-то ну так как мы люди не церковные поэтому нам это безразлично по большому счету что это не знаю не знаю